Приветствую вас! Сразу хотел бы отметить, что вы не задаете вопроса, как закового. То есть вы описываете ситуацию, вы вводите нас в курс дела относительно вашей проблемы. Которая, безусловно, является довольно серьезной, но вы не задаете никакого вопроса. И отсюда не совсем понятно, в какую сторону именно вам хотелось бы двигаться в направлении своей деятельности по решению этой проблемы. То, что вы не можете больше терпеть такое отношение, как вы пишете в своем заголовке письма, Это понятно, что вы не можете терпеть такое отношение. Но вы же, получается, такое отношение терпели ранее. И если вы терпели такое отношение, то совершенно логично будет у вас спросить, А если раньше терпели, почему сейчас, например, перестали? Что изменилось именно в том, что вы перестали терпеть такое отношение к себе, ну вот как вы описываете. То есть, да, понятно, что это довольно плохо, понятно, что это неправильное поведение мужчины, безусловно. То есть, как бы, я его не обрадовываю. Но и вы постараетесь понять такую вещь, что если так было всегда, А вы не говорите, что это началось вот только лишь в определенный момент из вашего сообщения, Получается так, что это было всегда, то есть, то, как он себя вел, так было всегда. И если так было всегда, то не очень понятно, почему раньше-то вы терпели. Вот раньше вы терпели, а сейчас перестали, сейчас перестали терпеть. Что изменилось именно в вас? Что изменилось именно в вашем восприятии вашего гражданского мужа? Что изменилось именно в том, как вы видите ситуацию, которая с вами сейчас происходит? Что изменилось именно в вашем субъективном поле? Это первое. Второе. Значит, живу в гражданском браке, пишите вы. Сколько живете в гражданском браке, не пишите там. Просто в гражданском браке. Ребенку надо ему четыре года. Ну, четыре года. Ребенку это довольно уже большой возраст. То есть, приличный. Это весьма и весьма приличный возраст для ребенка. Значит, вы со своим гражданским мужем уже далеко не первый год вместе. И получается, что вы этот самый, вот, не первый год вместе, как бы терпите тот факт, что вы до сих пор в гражданском браке. То есть, вы не официальная, значит, супруга своего мужчины, да? Вы не официальная жена. Вот. Давайте, вот, на эту тему немножечко обратить внимание. Почему вы не настаивали на том, чтобы быть обязательно официальной женой? Или, если настаивали, но у вас не получилось, то, грубо говоря, почему сдались? Почему сдались? Почему перестали бороться, работать, спрашивать об этом, да, и так далее? То есть, почему вы не настояли на том, чтобы стать официальной женой? Вас устраивает такая позиция, при которой вы на правах гражданской жены? Или вы боитесь, например, этого своего мужчину, например, потерять, допустим? Вот это вот тоже очень важный момент. То есть, как вы себя поставили изначально в отношениях? Далее. Ребенку 4 года. Значит, смотрите. Как ваш муж изначально относился к ребенку вообще? То есть, как он его воспринимал? Считал ли он его чем-то желанным, чем-то хорошим для себя? Или изначально он проявлял к нему какое-то, ну, изначально проявлял к нему что-то негативное? На мой взгляд, это тоже очень важный момент, потому что он как бы отражает, отражает именно суть того, что с вами происходит. Происходит суть того, как ваш муж относится к ребенку. Вот. Далее. Начну и дочь. А первый брак. Дочери 5 лет. Смотрите. У мужчины, получается, был брак и был развод. И развод в любом случае почти всегда – это травма для человека. И каждый человек из развода, из травмы выносит, как правило, что-то свое. То есть, кто-то из развода выносит страх перед повторением ситуации. Кто-то из развода выносит опыт, ну, что бывает, конечно, реже, к сожалению. А кто-то из развода выносит чувство вины перед, например, ребенком. И вот я склонен полагать, что ваш гражданский муж испытывает чувство вины перед своей дочерью за то, что он, например, ее бросил. Ну, или как он думает, что он ее бросил. Еще раз повторю, что неважно, прав он или нет. Главное, что он, ваш мужчина, так думает. То есть, вам важно, чтобы вы постарались понять, как он относится к своей дочери, как он ее воспринимает, как он ее видит, кто и что она для него. И тогда можно будет понять, почему его отношение к ней именно такое, например. Далее, значит, вот вы пишите, что она у него на первом месте, дочь. И вы как будто, значит, ну, недовольны этим. Но поймите, поймите, что если так было изначально, то есть, если изначально у него дочь была на первом месте, то вы же понимаете, что вы с этим соглашались раньше, а сейчас перестали. Ну, и что мужчина может думать только то, что вы стараетесь его, например, может быть, подавить. Только то, что вы стараетесь, может быть, его починить себе больше, чем он хочет. И так далее. То есть, вам нужно грамотно донести до него не то, что вам не нравится, что он встречается с дочерью в любое свое свободное время. А то, что в вас поменялось, что поменялось в вашем отношении к этому. Например, вы ожидали, что он со временем будет нести себя по-другому с ней. Хорошо. Но тогда чем обусловлено ваше ожидание подобного? Например, вы думали, что он будет, допустим, сильнее интегрировать дочь в вашу жизнь. Хорошо. Но опять же вопрос. Чем ваше подобное ожидание было продиктовано? Это очень важно для мужчины и для вас. Чтобы вы поняли это для себя. Далее. У мужа выходные редко и проводим мы их так, как хочется ему. Возникает вопрос. Вот у мужа выходные редко. Но проводите вы эти выходные так, как хочется ему. А почему так, как ему хочется? Почему вы не проводите свои выходные так, как хочется вам? Ну, он проводит их так, как хочется ему. Это его право. А вы право проводите и имеете право проводить их так, как хочется вам. Откуда такая привязка именно к мужу? Откуда она, эта привязка? И как вы к ней относитесь, к этой привязке? И почему она возникла вообще, эта привязка? И понимаете ли вы, что этой привязке быть не должно? Ну, вообще-то, потому что это нехорошо, когда вы зависите от другого человека. Тем более, что вы официально не семья. Далее. Далее. Он может неожиданно собраться, уехать гулять с дочкой, несмотря на мои планы. Мои просьбы установить хоть какую-то графику этих встреч, он игнорирует. Так, ну вы здесь пистички через запятую, поэтому давайте разбираться. Он может неожиданно собраться и уехать гулять с дочкой, несмотря на мои планы. А вы планы выстраиваете каким образом? Вот как вы выстраиваете планы, исходя из чего? Знаете, если вы в своих планах исходите из того, что мужчина обязательно с вами должен быть в этом, то это, опять же, довольно противоречивый момент, потому что он не проявляет надежность по отношению к вам, он не проявляет готовность по отношению к вам, он не проявляет желание быть с вами, и желание там, например, ну, допустим, выполнять свой отцовский долг, демонстрирует желание помогать вам и проводить выходные именно с вами, вот. И либо это подчинено к какому-то скрытому мотиву, который вы не знаете, либо это действительно такое его отношение. Но непонятно, почему вы в этой ситуации продолжаете, как бы, ориентироваться на него, строить свои планы, исключая его в них, зная, что он может уехать. В этой ситуации было бы логичнее, было бы логичнее и правильнее выстраивать свои планы так, чтобы, например, если он будет с вами, хорошо, а если нет, ну и ладно, потому что он имеет право, еще раз повторюсь, собраться и уехать гулять с дочкой, потому что она его дочь, но и вы имеете право действовать так, как вы считаете. Ну, вот, ваша завязка на нем, при уткоме, что вы граждан в гражданской браке, не ясна субъективно. Так, значит, мои просьбы установить какой-то график этих встреч, он игнорирует. Говорит, будет встречаться с дочкой, когда ему захочется. Ну, опять же, если вы в самом начале отношений не установили некие границы, того, как он может себя вести, того, например, что ему дозволено, что ему позволено вами, то немного странно, то, что вы будете его установить график встреч сейчас. Это нужно было делать сразу. То есть, именно сразу, насколько это первый раз произошло, вам нужно было сразу в этот момент уже говорить ему, что вам нравится, что вам не нравится, что вы позволяете, что вы не позволяете и так далее. В этом контексте довольно непонятно ваша позиция, как она, эта позиция, формировалась. И опять же, вот эти ваши просьбы, которые вы, ну, которые вы обращаете на своего гражданского мужа, да, эти ваши просьбы, а они, эти просьбы, для меня не ясны. То есть, понимаете ли вы, что, прося мужа о таких вещах, как остаться, например, или установить график, вы, по сути дела, себя принижаете, вы, по сути дела, себя обесцениваете. Вот что заставляет вас себя обесценивать, зачем вы это делаете, может быть, у вас нет выбора, может быть, вы зависимы от него, например, материально, или, может быть, вы чувствуете зависимость другого рода. Это, опять же, нужно разбираться с вами. Далее. Я, получается, не могу ничего спланировать на выходные, так как он не предупреждает заранее о своих планах, даже так. Ну, здесь, пожалуй, я повторю то, что я вам уже сказал. То есть, если вы строите свои планы, то совершенно, вот совершенно непонятно, почему вы эти планы выстраиваете так, что в них обязательно, вот просто обязательно, присутствует ваш гражданский муж. при том условии, что он, в общем-то, ну, явно не готов уделять вам много внимания, не готов уделять вам много своего времени. Он это не готов. Откуда у вас такое вот настойчивое желание, настойчивое поведение, настойчивое поведение по включению, по включению его, ваших план. То есть, вам никто, фактически, не мешает эти планы свои реализовывать. Вам никто не мешает и встроить. Только, только стройте их, исходя из себя. То есть, исходя из своих интересов, исходя из своих, там, позиций, исходя из своих желаний, исходя из своих предпочтений и так далее. Вот из этого старайтесь, исходить, а не из того, что ваш муж, может быть, найдет время для встреч с вами и для времяпровождения с вами, а, может быть, и не найдет. Ну, согласитесь, так нельзя. Нельзя так организовывать свое личное полустрадство. это неправильно и это чревато определенными последствиями, может быть, последствиями, вот, например, как такие вот последствия, как, например, вот те, о которых вы пишете. Это просто по сути неуважение к вам. Это просто по сути идет обесценивание вас. и как это не печально, как это не ужасно, но вы сами отчасти это спровоцировано. Далее, когда наш сын сильно болел, он все равно уехал к дочери. Но это говорит о том, что у него к дочери очень сильная привязка эмоционально. И он для своей дочери готов явно на много. Другое дело, что непонятно, почему он это делает, непонятен его мотив, но я считаю, что здесь однозначно, скорее всего, играет большую роль именно чувство вины перед ней, повышенное чувство ответственности перед ней, и может быть даже довольно большую роль играет то, как ведет себя по отношению к нему его бывшая жена, то есть мать этой девушки. Вот как она себя ведет, что она делает, что она говорит, например, ему, когда он приезжает, допустим, когда он проводит время с дочерью. Вот это довольно важный момент. Если она культивирует в нем чувство вины, или если она давит на его ответственность, на его обязанности, как отца, то вот, собственно, вам и огромная мотивация его уезжать именно к ней не смотря ни на что и ни на кого. И да, это обидно, да, это плохо, да, это ужасно, но такова реальность. И вы можете, конечно, разрушать отношения свои. Вы можете как бы уйти от него, расстаться, да, вы можете перестать с ним жить, но на мой взгляд, будет лучше, если вы попробуете восстановить отношения, попробуете понять его, попробуете узнать, что им движет. И уже тогда, когда вы это поймете, будете делать выводы относительно того, что вам делать дальше. А вот так рубить с плеча, я полагаю, не хорошо. для начала нужно понять, что ваш муж сейчас он отдален от вас и от вашего сына. Он отдален. Его отдаленность обусловлена разными причинами. И вам нужно перестать показывать свою нужду в нем. И посмотреть на его реакцию. А там дальше уже либо выводить его на разговор, либо действовать на дальнейшее отдаление. Тут уже решать вам. Но для начала попробуйте ответить на те вопросы, которые я вам додал. Они очень важны и помогут вам лучше понять себя. И может быть своего гражданского мужа тоже. На этом все. Надеюсь помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи.